Если вы хоть раз заходили в интернет в последние недели, то наверняка хоть что-то дослышали об игре в кальмара. Южнокорейский сериал сейчас абсолютно везде. В трендах тиктока и ютуба, в бесконечных мемах и сотнях статей, пытающихся понять, откуда это шоу вообще взялось. На актеров из сериала подписываются миллионы пользователей Инстаграм, а корейский провайдер SK Broadband подал на Нетфликс в суд. Мол, игра в кальмара слишком сильно подняла им трафик. Шоу нигде активно не рекламировали, кроме родной Кореи, а в итоге оно бьет все рекорды по просмотрам на Нетфликс. Бьет так, что глава компании Тед Сарандос уже называет игру в кальмара самым большим сериалом в истории платформы. Так в чем же причина такой популярности? Как скромному корейскому триллеру, без крупной франшизы или громкого первоисточника удалось обойти мастодонтов вроде Ведьмака или Бриджертонов? Привет, с вами ДТФ, у микрофона Паша Смушкович, а текст написал Ефим Гугнин. И сегодня мы разберемся, в чем же причина такой дикой популярности игры в кальмара. Ну и да, мы конечно не Чон Хо Йон, но если видео понравится, то подпишитесь и лайкните, нам будет приятно. Начнем со снов. О чем вообще игра в кальмара? Главный герой, полный неудачник Сон Гихун, потерявший жену, работу и в 40 лет живущий с матерью, получает визитку от странного незнакомца в метро. На визитке три символа, круг, квадрат и треугольник. На обратной стороне номер телефона. Позвонишь, предложат сыграть в игру на большую сумму денег. Согласен? Жди в условленном месте тебя подберут и все объяснят. Гихун, конечно, соглашается, деньги ему очень нужны. А то уже и ростовщики агрессивно выбивают долг, и дочь вот-вот улетит в Америку вместе с бывшей женой и ее новым мужем. Чтобы отвоевать ребенка, Гихуну нужно подтвердить перед законом свою материальную обеспеченность. Вот он и приходит в оговоренное место, где его оперативно сажают в минивэн и пускают в лицо усыпляющий газ. Просыпается герой уже в бараке, где кроме него еще 455 таких же пронумерованных бедолаг. У Гихуна как раз 456 последний номер. Телефон отобрали, из комнаты не выпускают, а общаются с ними только охранники в стильных красных балахонах и в масках с теми самыми символами. Квадратами, кругами и треугольниками. Участникам объясняют правила. Нужно сыграть в шесть игр. Кто дойдет до финала, получит огромную сумму денег. Не раскрывают им только одну важную деталь. Испытания эти смертельные. Но участники сами скоро это поймут, когда во время первой же игры, втише едешь, дальше будешь, всех, кто посмеет двинуться после сигнала, начнут расстреливать. Сам концепт игры на выживание совсем не новый. Мы уже видели и королевскую битву, и какую-нибудь пилу. Особенно смелые, вероятно, даже смотрели страшную волю богов, такая семейки, где школьников заставляли участвовать в жестоких испытаниях. Автор игры в кальмарах, Ван Дон Хёк сам же признавался, что вдохновлялся мангой и аниме Кайдзи. Там точно так же азартный бездельник участвовал в смертельных играх, чтобы отбить долги. Но секрет игры в кальмары не в каком-нибудь особом новаторстве. А напротив, в абсолютной универсальности концепта, понятного любому человеку из любой точки света. И в том, как он реализован. Во-первых, каждая игра здесь сама по себе представляет интересный драматический инструмент. Это и объект интриги, ведь нам интересно, какое же испытание будет следующим. И просто очень понятный источник конфликта, не нуждающийся в дополнительных пояснениях. Победишь, пройдешь дальше. Проиграешь, ну, потом. Не зря и игры здесь взяли детские, так чтобы не нужно было много времени, чтобы понять правила мира и высочайшие ставки для героев. Авторы сериала используют форму детской игры, чтобы возбудить в зрителей первобытный азарт, заставить искренне болеть за любимчиков и переживать, когда кто-то из фаворитов окажется на грани поражения. Похожим образом работают все реалити-шоу с испытаниями в духе последнего героя или полота лава. Однако в сериале накал совсем иной. При этом при всей геймификации «Игра в кальмара» — это все же шоу не только и нисколько об испытаниях. Авторы используют емкий концепт как метафору социального расслоения в Южной Корее, точно так же, как это делал Пон Джун Хо в «Паразитах» или Йон Сан Хо в «Поезде в Пусан». Будучи динамичной жанровой историей, «Игра в кальмара» — еще и актуальная драма, очень точно попавшая в нерв времени. Крики о том, что «богатые должны платить» слышатся сейчас в мире куда громче, чем раньше. Не зря же автор Хван Дон Хёк держал сценарий на полке 11 лет. Написал он его еще в 2009-м и ждал подходящего момента, чтобы воплотить на экране. Ну что ж, дождался. Как и вы, очередную интеграцию Тинькофф. В этот раз лимитированная карта Тинькофф Блэк с космическим дизайном и повышенным кэшбэком. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% кэшбэка на три выбранные категории трат. 1% с любых покупок по карте и до 6% годовых на счет каждый месяц. Кэшбэк приходит настоящими рублями, их потом можно в банкомате снять. Как и наличные, без комиссии в любых банкоматах мира. А еще бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Но в этот раз это еще не все. Также получите 20% кэшбэка за покупку игр в Steam, PS Store, Xbox и других магазинах. 15% возвращаются за заказы, сделанные в Яндекс.Идеи Деливери Клаб, а 10% за покупки в Apple Store, Google Play, Spotify и YouTube. Ссылка в описании. Игра в кальмара фокусируется не только на неудачной кигихуне. Здесь есть целый ансамбль героев, по разным причинам попавших на смертельные испытания. Кансёбэк, перебежчица из КНДР, которой нужны деньги, чтобы перевезти в Южную Корею мать и забрать младшего брата из приюта. Санву, знакомый гихуна, некогда успешный бизнесмен, задолжавший огромную сумму из-за нелегальных финансовых махинаций. Али, иммигрант из Пакистана, пытающийся хоть как-то прокормить свою семью. Оли Нам, анкобольной старик, решивший хоть перед смертью заработать деньжат и пожить для себя. Доксу, беспринципный гангстер, за которым из-за долгов охотятся кровожадная филиппинская мафия. Хан Миньо, просто очень предприимчивая девушка, ради победы готовая на любую хитрость. А Джун Ху, полицейский, который на игру вообще приезжает с зайцем, переодевается в охранника и изучает структуры всего этого мероприятия с обратной стороны. В общем, персонажи совсем разные, потому что авторы намеренно собирают вместе людей непохожих характеров и из разных социальных слоев. И потом, словно в чашке Петри, под микроскопом смотрят на то, что из этого выйдет. Как каждый из них изменится под давлением обстоятельств. Отдельная удача сериала в том, что он избегает привычного для подобных историй клише и не увлекается флешбеками. На то, чтобы обрисовать предысторию персонажей, тут выделен целый второй эпизод. Дальше никаких оглядываний назад. Герои раскрываются исключительно через действия. Важно них прошлое, а то, как они ведут себя во время игр и какие решения принимают кульминационные моменты. Кто-то объединится в банды и начнет вырезать по ночам конкурентов, что, кстати, совершенно не запрещено правилами. А кто-то будет помогать другим даже вот в таких экстремальных условиях. Игра в кальмара, помимо прочего, изучает человечность в мире, где так легко стать животным. И многочисленность героев здесь помогает посмотреть на калейдоскоп возможных исходов. От самых положительных до наиболее трагичных. От истории просветления и обретения себя до мрачных сюжетов о грехопадении. На второстепенных и главных персонажах авторы перебирают, кажется, вообще все варианты того, что может случиться с человеком в подобной ситуации. Причем каждая арка логично начата и закончена. В игре в кальмара нет выпадающих героев или тех, за которыми не так интересно наблюдать, как за другими. Есть, конечно, очевидная проблема. Из-за того, что мы знаем, кто главные герои, несложно догадаться, кто доберется до последних этапов игры. В сериале есть пара сюрпризов, но в целом он действительно предсказуем. И авторы, кажется, сами это понимают. А поэтому фокусируются не на том, кто победит, это и так более-менее ясно, а на том, как именно это произойдет. Игра в перетягивание каната в их руках превращается в сложное тактическое сражение. Ковыряние сахарных конфет в полноценный триллер с собственными подсюжетами и неожиданными открытиями в финале. А во время хаотичной драки в бараке, где люди начали буквально грызть друг другу глотки за деньги, авторы включают стробоскоп. Раз уж показывать кровавый хаос, то почему бы не делать это со Стивеном? Что интересно, весь этот социальный первичный бульон в сериале состоит из людей, которые добровольно пошли на смертельные испытания. Это не школьники из королевской битвы, у которых не было выбора. И не герои голодных игр, жертвы деспотичного режима. И уж тем более не бедняги из пилы. У тех шансы на выживание часто были призрачные. В игре в кальмару участники вообще могут проголосовать за окончание игры. И если наберут большинство голосов, то их отпустят. Тут никто не воюет с системой и не поднимает самоотверженного восстания. По мнению Хван Дон Хёка, людям не нужны антиутопические режимы, чтобы сожрать друг друга. Достаточно просто поманить их 45 миллиардами корейских вон. Это в пересчете на рубли где-то 2 миллиарда 800 тысяч. В игре в кальмару сумасшедший концепт, но ничего фантастического в нем нет. Что-то такое вполне могло или может происходить в нашем мире прямо сейчас. И результат, что самое страшное, был бы примерно тем же. У игры в кальмара в принципе нет никаких проблем со стилем. Пожалуй его необычная эстетика как раз одна из главных причин такой популярности. Уже сейчас маски охранников с геометрическими фигурами во все лицо и их фирменные красные плащи можно купить в интернете. Сериал специально сконструирован так, чтобы иметь броский визуальный образ, который не забудется даже когда вы уже не сможете вспомнить ни имена героев, ни то что там вообще было в финале. Авторы совмещают, казалось бы, несовместимое. Кровавая резня тут происходит на фоне цветастых детских площадок. Молчаливые убийцы ходят в ярких костюмах. Коридор, по которому героя ведут к очередному жестокому испытанию, напоминает что-то из фабрики Вилли Вонке. А офис распорядителей игр наоборот, весь темный и в золоте, как будто из клипа плохого русского рэпера. Будь игра в кальмара снята в мрачных подвалах пилы, глухих лесах или даже абстрактных декорациях куба, она бы не работала так хорошо. Таким сейчас никого не удивишь. Весь ужас положения героев как раз возникает из-за жуткого контраста окружающих обстоятельств. Им нужно играть в детские игры, с совсем не детскими последствиями. К тому же стиль хорошо дополняет одну из неочевидных тем сериала. Проблему глобального инфантилизма обреченного мира, которому только и остается, что оглядываться в детство и пытаться вернуть давно утраченные искренние чувства. А вот сейчас будет спойлер, мотайте секунд на 20 вперед, чтобы его пропустить. В общем, из-за глобального инфантилизма и попытки найти все свои искренние чувства в прошлом, интрига, связанная с тем, кто же все-таки организовал эти страшные игры, оказывается мнимой. Нет никакого масштабного заговора и подспудного смысла о всех этих испытаниях тоже нет. Просто куча богачей стало настолько скучно жить, что они решили поразвлечься за счет тех, кому жить невыносимо тяжело. Причем вип-персоны показаны персонажами максимально нелепыми, раздражающе карикатурными. Они не вписываются в мир героев, потому что ему не принадлежат. Вселенная богатых хуже любой антиутопии. У той хотя бы есть строгие правила, а эти руководствуются только сиюминутными импульсами и собственной вседозволенностью. Игра в кальмара вся решена на контрастах. Откровенный китч тут соседствует социальной и личной драмой. Полицейский триллер с ироничной сатирой. Неприглядный портрет замкнутого общества, где люди быстро теряют всякую человечность со светлой историей обретения себя. Полярности тут сосуществуют абсолютно органично. И в этом большой и, возможно, главный секрет сериала. Но корейцы вообще любят играться с противоположностями. Вспомните хоть олдбоя, где античная трагедия снята, как суровый трансгрессивный триллер, или воспоминания об убийстве, свободно курсирующие между давящей историей реальном маньяке и чуть ли не откровенной клоунадой. Игру в кальмара, конечно, делал не Пон Джун Хо и не Пак Чханук, но совместить популярные жанры интонации сериалу удается весьма неплохо. Еще игру в кальмара интересно воспринимать и как часть общей тенденции выхода южнокорейского искусства в полноценный мейнстрим. Кей-поп не первые годы захватывает арты, а Паразиты сенсационно выиграли Канны и Оскар за лучший фильм, обозначив новый виток популярности корейских фильмов. Так называемые дораммы, корейские ТВ-сериалы, в последние годы тоже активно собирали вокруг себя узкий культ поклонников. И рано или поздно локальный успех, кажется, обязан был превратиться в общемировой. Игра кальмара в этом смысле логичный итог работы целой индустрии. Если бы не этот сериал вывел дорамы в мейнстрим, то какой-нибудь другой сделал то же самое чуть позже. Тогда почему же именно игра в кальмара? Просто в ней идеально совпали самые разные, иногда противоположные качества. Абсолютно универсальная история и при этом узнаваемый национальный колорит. Бросская форма и неглупое содержание. Хитросплетенный сюжет с кучей героев, но запертый в рамки очень понятного, прозрачного концепта. Есть много сериалов тоньше и изящнее. Но мало тех, кто настолько точно попадает во вкусы совершенно непохожих друг на друга зрителей. Вы знаете, это старое игрожурское клише, есть что-то для каждого. К игре в кальмары это подходит без всяких оговорок. Кому-то экшен, кому-то триллер, кому-то социальная сатира, кому-то щемящая драма, лишних людей, добровольно отправляющихся умирать за деньги. Обиженным не уйдет никто, равнодушным думается тоже. Ну а как вам игра в кальмары? Согласились бы в нее сыграть? Чем сериал запомнился, за кого из героев больше всего болели? И что теперь чувствуете, глядя на иконки на своем смартфоне? Делитесь в комментариях, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, у нас впереди еще много интересного об играх, кино и сериалах. Увидимся!